Театр Кукол Театр Кукол Центр Кукол Достаточно книги и воображения Достаточно книги и воображения А вот здесь я слышу правильный ответ Кто-то говорит, потому что я спросил вас Зачем нужен театр? А сам ответил, театр не нужен То есть не на вопрос, зачем я ответил А ответил на свой какой-то мифический вопрос Вообще, нужен ли театр? Вот такой вот вопрос Нужен ли театр? На него можно ответить «Нет, не нужен». Я переключаю, и оно у меня не работает. Сработало? Мертвый театр нам не нужен. Ну вот, господа, мы перешли к тому, какой нам нужен, какой не нужен. Что такое мертвый театр? Я вам немножко расскажу. Если вы вдруг приходите в театр и видите, как там люди в париках, с усами, со шпагами начинают кого-то убивать. Колол, а-а-а, заколол, да, о-о-о-о, там что-нибудь еще происходит такое страшное. И вы такие сидите и думаете, господи, какой зашквар, что он творит, что он делает вообще? Он вообще в курсе, что сейчас Тукеи 18-й, что Тукеи 18-й сейчас не говорят, что говорить зашквар, да, тоже зашквар. Вообще, вот кто-нибудь в курсе, что со шпагами и с усами мы ему не верим, что он гамлет, да? Правильно, кто верит вообще вот таким людям? Кто ходил в наш театр-драму хоть раз? Ходили? Вот, ходили. Верили актерам? Как вам? Понравилась игра? Ну так, да, вот, кому-то так. Храм сатиры не очень сработал. Понятно, что-то не сработало. Посмотрим на картинку «Мертвый театр», да? Вот так он может выглядеть. А может выглядеть еще как... Может вот так выглядеть, посмотрите. Замечательно, что это вообще, да? Вот так вот сейчас в наше время, вот как вы думаете, люди представляют себе вот так вот именно времена Островского? Ну, кто-нибудь, кто знает, кто такой Островский, да, что это наш драматург, в какие годы он живу, уже я не буду уточнять, по литературе проходили, написал несколько пьес, вот там самые известные в школьной программе мы проходим «Гроза». Слышали о такой пьесе? Да? Вот это вот пьеса Островского. Как вы думаете, вы себе так представляли, что люди в том веке вот так вот живут или нет? Как вы думаете? Вот такие вот деревья сзади, картонные стояли у них, да, наверное. То есть есть небольшая условность. Я понимаю, что у театра есть разные деления. Есть деления на жанры, формы и прочее, прочее, прочее. И такой театр, как условный, тоже может быть. Но давайте попробуем разобраться, из чего же состоит вообще театральное действие, да, из чего состоит спектакль. Чтобы понять вообще, как выглядит нормальный живой театр, да, как он хотя бы примерно выглядит. Вот живой театр. Как вы думаете, есть мнение, храм сатиры, как он должен выглядеть, дружище? Ну, много посетителей, хорошие, как бы... Так. То есть он пользуется популярностью, это раз, да, в него ходят. Зал заполняется не наполовину, а чуть больше. Так. Я могу привести вот наш театр оперы и балета. Он довольно, он очень популярный. Так, вот, мы, смотрите, мы плавно подпираемся к жанрам, а я сейчас больше, наверное, с вами разговариваю о драматическом театре. Театр оперы и балета, это немного другой театр, да, но тоже театр. Вы понимаете, что театр делится на несколько разновидностей, таких вот крупных, которые мы знаем, на оперу, на балет, на драму. Драму, театр кукол еще есть, есть детские театры, но детские театры, они чаще всего ответвления драматического театра, да, тюзы разные. Слышали о таком? Ну, хоть пример, покричите немножко, чтобы я знал, что кто-то вообще примерно представляет, что такое. Балет отличите от драмы, да, от драматического театра. Когда танцуют, это, но это не всегда балет, нужно понимать, что есть современная хореография еще, да, и есть много всяких других форм. Какой был театр в Греции? Если углубиться туда вот далеко-далеко-далеко в древность, то там театр был искусством неразделенным, то есть не было деления на драму, на оперу, на балет. Чаще всего актеры, которые выходили в древнегреческих театрах, вот в этих огромных, в которых 30 тысяч человек сидело примерно как вы, вот это вот, что такое у нас? Это амфитеатр, правильно, да, строение зала, когда зал поднимается наверх, уходит туда, и там сидело около 30 тысяч человек. И актеры там чаще всего пели оперу. То есть это был отчасти даже, побольше сказать, оперный театр, чем драматический. И к такому виду, которому мы сейчас себе представляем, драматический театр, он пришел не сразу. Чтобы посмотреть, как выглядит один из видов современного драматического театра, вот я вам показываю фотографию из московского театра, в прошлом театр Гоголя, а сейчас это Гоголь-центр, так называемый, друг которого находится под домашним арестом, к сожалению, и не приходите представить спектакль в этот театр. Вот, это спектакль «Мученик». Может быть, кто-то смотрел фильм «Мученик». Фильм «Мученик», еще по-другому, он Кирилла Серебренникова смотрели. Фильм не передает все то, что вы можете увидеть в этом спектакле, поэтому если вы будете в Москве, обязательно к посещению вы приходите в Гоголь-центр и смотрите это замечательное действие. Этот спектакль, я уверяю вас, он по-настоящему живой, там живые диалоги, там живые настоящие люди, и вы узнаете в них себя. Вы не будете думать, почему эти картонные деревья стоят на фоне, почему все так непонятно. Вот, там все будет понятно. Итак, переходим к составляющим, элементам театра. Основными, я их так разделил, чтобы было нам более понятно. Итак, первое, это у нас режиссерская композиция, как вы видите, да, все то, что задумал режиссер. То есть он с художником или сам, он придумывает, как это все будет оформлено, как это все будет выглядеть. Плюс придумывает, добавляет туда, если композитор у него есть, он добавляет музыку какую-то, сам ее тоже где-то находит. И, конечно же, ему нужны, помимо своей композиции, как это все будет устроено. Заходите, проходите, присаживайтесь. Да, спасибо, спасибо. Чтобы ему это реализовать, ему нужен исполнитель. Исполнитель — это актер драматического театра, да. Но смотрите, если мы говорим о драматическом театре, это не значит, что там актеры не могут петь или не могут танцевать, да, или не могут исполнить какую-то партию из балета, допустим. Все они могут. Так вот, хорошее театральное действие состоит из классной, шикарной композиции режиссерской, да, задумки какой-то. И из актерского мастерства, из исполнителей, которые у него есть. Иногда в режиссерскую композицию включаются такие виды действия, как, я не знаю, свето-звуковое какое-то. И бывает, что актеров вообще нет на площадке. В современном театре, в европейском театре в том числе, бывают спектакли без единого актера. Такие есть, представьте себе. Там используются проекции, там используется разный звук, используется пиротехника. И в моменты разные что-то случается, потом еще что-то случается. То есть, основа любого сценического действия любой композиции – это какое-то действие, да. Действие, конфликт. Нас должно что-то цеплять. Мы приходим, и наше внимание куда-то устремляется. А если мы приходим в мертвый театр, то что мы там видим? Мы там видим вот этих вот людей и думаем, господи, ну так же не живут. И все, и наше внимание теряется. Мы заходим в телефон, там у нас настоящая жизнь. В телефоне мы смотрим, о, Дудь выпустил новое видео. Классно. Посмотрю, Дудя, потому что нахрен вот это вот все живое. Простите за официальную лексику, если она здесь не планировалась, но вот так вот я разговариваю. Да, посмотрим далее, что у меня есть. Вот теперь я отвечаю на вопрос, зачем нужен театр. Есть такие три вида, три деления, но это я сам отвечаю на них, да, так как я это изучал как-то самостоятельно. Поэтому я вам отвечу. Первое развлечение. Мы приходим развлекаться. Говорили? Говорили, да, ты говорил, что я хочу развлечься. Я пришел посмеяться, повеселиться, еще что-то узнать новое, там узнать себя как-то, да. А если я прихожу в мертвый театр, я себя там не узнаю. В живой узнаю. Окей, классно. Театр, который что-то отрицает. Театр, который нападает на ценности. Театр, который разрушает ценности. Допустим, вы приходите в театр и вам говорят, знаешь, дорогой мой друг, вот там идет какая-то пьеса, да, я еще не сказал, что в режиссерской композиции еще заключена пьеса. То есть мы об этом не поговорили, как раз-таки тот же самый Островский. Это у нас драматург. Правильно говорить? В театре, в театре называют людей, которые пишут тексты для театра, их называют драматургами. В кино их называют сценаристами. Это важно не путать. Так вот, отрицание. Возвращаясь к отрицанию. Что можно отрицать? Какие ценности есть у общества, у нашего современного? Есть какие-то ценности, как вы думаете? Так, церкви, говорит человек из первого ряда, прекрасно, еще какие ценности? Семья. Семья, отлично. Ценность, ценность. У вас есть ценность? А? Государство. Да, для кого-то государство тоже представляет ценность некую для вас? Деньги, машина. Это тоже ценность. Для кого-то эта ценность, как это не прискорбно, да, возможно, кому-то это будет прискорбно, кому-то это будет классно, что у тебя деньги и машины, это ценность, да, какая-то девушка тоже любит деньги и машины, приходит к тебе и говорит, слушай, у нас общие ценности, давай заведем семью. Окей, классно, заводите семью и все у вас хорошо. Вот у вас, а у кого-то ценность театра. А, допустим, приходите вы с этой девушкой в театр и вам говорят, брат, послушай меня, то, что ты думаешь, что деньги это классно, это полное говно. Когда ты будешь богатым и знаменитым, и от тебя уйдет твоя жена, в этот момент ты поймешь, что деньги это не главное. Может такое с тобой случиться, а может и не случится, может ты вступишь в оппозицию, ты такой сядешь, говоришь, не-не-не-не-не-не, я не хочу на тебя смотреть, я не хочу слушать то, что ты мне говоришь, и твое отрицание я не принимаю. То есть не нападай на мои ценности, и ты можешь в театре, в котором отрицают, вы можете взять и расстроиться, и вообще уйти оттуда с плохим настроением. То есть театр, в котором вас развлекают, вы приходите туда развлекаться, да, там есть комедийники, есть театр, в котором отрицают, в котором на вас нападают, но, как я считаю, правильный вид театра, это где вас и развлекают, и потом какие-то ценности, на которые на них идет атака, отрицание, и где происходит освобождение ваше. То есть катарсис, или катарсис, как его еще можно назвать, да, когда через отрицание, через развлечение мы с вами приходим к какому-то консенсусу, и мы понимаем, что у нас есть, вроде, какая-то новая ценность появилась, да, может такое быть? Ну, можно обрести в процессе театральной постановки, подумать, что, блин, правда, я что-то не так думал, но можно поменять как-то свое поведение в этой жизни, и будет что-то по-другому у меня получаться. Да, может такое быть? Бывало у вас такое? Кого-нибудь менял в этом зале театр, вот вы сходили в театр, и вы такие, вот, все, начну завтра по-другому жить, не пойду с обрыва бросаться, как Петерина, зачем? Эта несчастная любовь мне не нужна, все, я новый чувак теперь, я буду теперь по-новому жить. Было такое? Кого-нибудь менял театр? Только кино. Только кино. Кто сказал? Где? Ты сказал, только кино. Какое кино тебя меняло? В диких условиях. Интересное кино, да. Форест Гамп, Побег и Шаушенко, Зеленая миля, фильмы из «Стопки на поисках 250», сейчас называют человек, все правильно. Самые лучшие, да? Ну, согласен с тобой, согласен, мне все эти фильмы тоже нравятся, все правильно. Так вот, смотрите, помимо всего этого, да, зачем? Вот, отвечая на эти вопросы, театр еще, помимо этого, должен, как я считаю, вступать со зрителем в диалог. Если диалога нет, то нет и какого-то катарсиса, освобождения не наступит. Если театр играет сам для себя, если на сцене происходит какое-то действие, вы к нему не подключаетесь, не понимаете, что там происходит, то вы и не сможете освободиться, не сможете никак, ну, может, развлечься сможете, да? Ну, чуть-чуть там, ну, кто-нибудь там, не знаю, пукнул, показал какой-нибудь банан, не знаю, сказал, что это фалос, теперь ха-ха-ха-ха-ха, ну, какой смех бывает? Ну, это разный смех, там, низкий, высокий, не будем уже это разбирать. Так вот, чтобы случилось освобождение, чтобы случился катарсис, нужно, чтобы вы себя узнали. Чтобы вы себя узнали в театральной постановке, узнали свою ситуацию, подключились к конфликту, вам обязательно нужно с актерами вступить в некий диалог. Мы сейчас с вами в диалог вступаем, в какой-то некий, да, я с вами вступаю в диалог. Происходит диалог, я вас слушаю. А старый, мертвый театр, он не слушает зрителя, он чаще всего разговаривает сам с собой. Поэтому у нас не происходит подключения, ничего с нами не меняется, и в театр этот мы не ходим. Да? Ну, возможно. Кто-то может со мной поспорить, мы с вами потом можем остаться, можете задать мне вопрос, спросить, если вы ходите в театр и хотите его защитить, да, какой-то мертвый. Эта фотография вновь из живого театра, спектакль, также Кирилла Серебренникова, трехгрошовая опера на сцене Московского художественного театра, который давным-давно, но не давным-давно, в 1897 году, в 1898 основал Константин Юрьевич Станиславский. Вместе с Владимиром Манычем Неверойчем Данченко. И вот сейчас там ставят современные постановки. Так вот, это первый вопрос, зачем, да, развлечения. Показываем то, что у нас есть в жизни. Как в жизни. Люди ходят, просят милостыни. В этом спектакле, в трехгрошовой опере, драматурге Бертольда Брехта, идет речь о Лондоне. В Лондоне, я не помню какого века, к сожалению, сейчас не вспомню точно век и даты, но там нищие просят милостыню, и там целая мафия этих нищих. Там есть Мэйки Нож, Мэйки Ножа играет в МХТ, играл, точнее, сейчас спектакль закрыт, играл Константин Хабенский. Какие вы такого актера знаете, да? Знаете Хабенского-то, кто-нибудь знает? Да, шикарно, вот, хорошо. Вот, и значит, там, в Антракте, во втором, происходит какое действие? В зал заходит, когда люди уже из буфета вернулись, в зал выходят люди, переодетые в московских нищих, которые просят милостыню в электричках, поют в электричках. Девушки идут как будто беременные, актрисы, и они реально подходят к зрителям и начинают вот так вот стоять и просить деньги. Первые ряды по-настоящему. И не только я это видел, я не буду показывать пальцем, кто еще это видел, но в зале есть еще один человек, который смотрел этот спектакль вживую. Так вот, первые ряды дают пятитысячные купюры этим нищим. То есть, много чего происходит, происходит реальное подключение к этому спектаклю, люди переживают, люди кайфуют от этого спектакля, а кто-то наоборот говорит, господи, какой стыд, испортили Бертольта Брехта, козлы, современный театр, да? Там с пакетом из Ашана выходит человек, Ашан, знаете, такой супермаркет, это все равно, что у нас бы в спектакле вышли с пакетом из нашего, только у нас не хватает актерской игры, чтобы осуществить все. Но вот еще один современный спектакль, да, буду нападать, извини, если тебе это не нравится, потом поговорим. Еще один современный спектакль из города Ростов-на-Дону, более условный, так скажем, да, посмотрим на него. Здесь у нас происходит полнейшее отрицание ценностей в этом моменте. То есть, тут смотрят, как другие люди живут, тут что-то голые какие-то тетки ходят, вот все то, что хаяют бабушки, да? Бабушки, которые ходят в нормальный, по их мнению, драматический театр, вот на это не пойдут, а если и пойдут, то они потом выйдут, будут плеваться, ругаться, какой срам скажут. Вот, это полнейшее отрицание. У них не всегда случается катарсис и катарсис в конце, не всегда люди кайфуют. Ну, это финал спектакля «Солнечная линия» в центре имени Мюрхольда. Играют, вот, известные, вот его узнаете, этот человек слева, кто его знает? Кто? Бурновский, говорят. Ну, как Бурковский, да? Ну, неважно, не страшно. Бурковский – это человек из КВН. Ну, и вот, вы, может быть, помните, да, этот человек играл в команде КВН «Томск», по-моему, максимум, если я правильно помню. Потом он из КВН пошел учиться в школу-студию «Хар», отучился там, и вот, пожалуйста, он уже играет в таких спектаклях. Ну, как он играет, судить каждому отдельно следует. Но вот здесь, на этом спектакле, люди тоже испытывают катарсис и очищение. Это история одной семейной пары, которая всю ночь ругается. Они семь лет живут в браке, это современная драматургия, Иван Вырыбаев. Они семь лет живут в браке, и вдруг поняли, что они не завели детей, а нажили только кредиты, машину, еще что-то, да? Вот абсолютно наша современная история, и ей хочется сопереживать. Вот такой вот живой театр, пример. Формы взаимодействия со зрителем, как я уже сказал. Монолог, диалог, исповедь и проповедь. Я делаю, даю все упрощенно, потому что у нас всего 20 минут, поэтому вот так вот кратко, да? Монолог. Когда актер выходит, но если он выходит на монолог, это не значит, что он с вами не взаимодействует. То есть актер, выходя на монолог, и вам что-то говорят, или говорят, вам даже вдали куда-то, еще куда-то, он все равно с вами взаимодействует. Он говорит это вам, он обращается к залу, понимаете? Он вас не теряет, он видит вас. Даже если там у него четвертая стена, это уже не будем углубляться, выйти во все тонкости. Диалог. Когда общаются два персонажа, да, на сцене. Есть диалоги между друг другом, есть диалог с залом, прямой. Вот Бертольд Брэгт, тот монолог, господи, тот драматург, который написал трехгрошовую оперу, пьесу, он один из первых начал использовать, хотя как один из первых, это раньше тоже использовалось, но он это объявил и сказал, что, ребят, вот действие действием на сцене, да, четвертая стена по Станиславскому, это когда актеры между собой играют, что-то общаются, живут, и как бы они не замечают зал. Типа, ну, вас нет, вас не существует, у них свой мир тут какой-то творится. Так вот, диалог с залом, когда выходят на зал и выходят из своего образа, первый, один из первых вел Бертольд Брэгт. Он пришел и сказал, да блин, чуваки, можно просто выйти и сказать, вот так вот с залом поговорить, да, сказать, ну что, как у тебя дела, нормально все, хорошо, окей, продолжаем пьесу, да. И вот так актеры выходили, плюс они исполняли песни, которые назывались зонги. Эти зонги были на злобу дня, плюс в них вкладывался сюжет пьесы, которая шла. Там время нормально? Идем еще? А? Минута две. Минута две, окей, я буду заканчивать, да, я могу долго говорить. Так вот, исповедь, проповедь. Понятно всем, что такое исповедь? Исповедь, когда персонаж исповедуется перед вами не только в каких-то грехах, он что-то рассказывает, да, какую-то историю откровенную, сокровенную, и он вам делится с вами своей бедой, своей проблемой, своим конфликтом. Проповедь. Проповедь, когда он вас чему-то учит. Он вас может чему-то учить с сцены, он может учить через какой-то диалог, да, а может напрямую учить также, абсолютно точно. Еще посмотрим фотографии тогда, раз мы заканчиваем уже, да, вот у нас много фотографий современных спектаклей. Это, значит, у нас спектакль, я не помню точно название, по-моему, Макс Блэк или 62 способа подпереть голову рукой. Играет один актер, и на сцене очень много пиротехники. Вот это у него вылетают кольца дыма, он выпускает три кольца, и четвертое проходит через эти три. То, что пацаны обычно на районе не могут сделать с сигаретами, у него это получается с помощью этой дым-машины. Вот так вот опять мы возвращаемся сюда к... Вот еще у нас трехгрошовая опера, до этого был «Мученик». Финал трехгрошовой оперы. Константин Хабенский повешен. Или же его герой Мэнки Нож. Он повешен, и это действительно страшно. Когда смотришь, как человек вешается на микрофоне, там очень сложное техническое устройство, спектакль стоит 16,5 миллионов рублей, на это деньги выделило государство, кстати говоря. И это крутой спектакль. Эти деньги потрачены правильной сценой, как я считаю. Другие могут со мной не согласиться. Вот он в конце читает, говорит вначале исповедью, а потом заканчивает все это проповедью некой. Да, он говорит, как там жить, как не жить людям. Если вам будет интересно, прочитайте эту пьесу. Так вот, современный будущий виртуальный театр. Буду заканчивать. Что есть современный театр, на мой взгляд? Вы можете не согласиться. Кто этот персонаж? Бэт комедия, сказали три человека. Я сказал один правильно, это Сатир. Сатир — это артист Новосибирского театра, который вышел на YouTube. И вышел на YouTube очень круто. Сейчас у него миллионы просмотров. Он пародирует бэт комедии, он пародирует Тинькоуа. Он делает очень точные пародии. Его смотрят. За один ролик у него рекламная интеграция, если я не ошибаюсь, до миллиона доходит. Да? Вот. Человек знает. Вот. Вот это вот Сатир в театре в Новосибирском. Он раньше там играл. И он ушел из театра. Потому что он понял, что театр мертв, тот, в котором он играл. Он пошел на YouTube, и теперь он занимается театром только на YouTube. Это современная форма театра. Вы можете со мной не соглашаться, но это тоже театр. Вот как он выглядит. Илья Шабельников его зовут. Вы можете его найти, посмотреть. Канал его на YouTube. Кто это такой? Уже не все вот так гадают, я уверен. Я спрошу людей постарше. Кашпировский, да? Знаем такого человека? Как вы думаете, это форма театра? Ну, когда Кашпировский выходил к людям, на телевизор попадал, выступал. Это театр был, как в некотором роде, да? Какой театр нам нужен? Вопрос такой. А этого человека, кто не знает, со спины можете угадать? Недавно приезжал в Москву, билеты стоили от 30 тысяч до 500. Тони Робинс, бизнес-тренер, собрал 26 тысяч человек. Получил 17, по-моему, миллионов рублей. Не помню, сколько точно. Ты точно знаешь цифр. У тебя все это известно. Так вот, это тоже театр. Если людям не хватает в жизни театра, то они идут вот сюда. Понимаете, что происходит с обществом? Или они идут на YouTube и смотрят сатиры. Еще вариант. Да? Вот такие ребята. Ни одного реального бизнеса. Я лично с ними знаком. Ни одного реального бизнеса у этих людей не было успешного. Ни одного бизнеса. Плюсик, кроме инфобизнеса. То, что они делают сейчас. Они выходят к людям и говорят «Чуваки, давайте я расскажу вам байку, как заработать много денег». Классно. И выступают, рассказывают. За ними идут тонны людей. И при этом те люди, которые идут за ними, они уже зарабатывают. Нонсенс, нонсенс. Вот люди делают театр. Еще фотографии современного театра. Это, чтобы вы понимали, сцена здесь плохо видна. К сожалению, театр европейский. Кто виноват, что делать? Какие варианты есть? Поговорим с вами быстренько. И вопросы не зададите. 26 минут. Кто виноват, что делать? Как вы думаете? Что делать Россия? Что делать конкретно Ишкрале? Чтобы у нас был театр поинтереснее. Чтобы мы все туда с вами захотели пойти. Есть варианты? Давайте попробуем погадать. Самим его делать. Первый вариант еще. Пропагандировать современный театр. Хорошая версия. А так? Приглашать участников из Европы, из Москвы. Приглашать участников из Европы, из Москвы. Возможно, гастроли какие-то, привозить сюда людей, кого-то. Или труппу пригласить целую, чтобы они работали в нашем драматическом театре. Выпуск из ГИТИСа, допустим. Целый курс привезти сюда, пусть работают. Для обучения. Для обучения сюда? Чтобы обучали здесь. Ну да, возможно, возможно. Интересный вариант. Так вот, три варианта от меня, которые можно делать. Делать современно и красиво. Да, в принципе, мы это и сказали. Делать полезно, информативно и действенно. Чтобы люди, выходя оттуда, получали что-то все-таки. Развлечения, катарсис или что они хотят. И информацию даже, возможно, какую-то жизненную, чтобы она им пригодилась. И, конечно же, развивать частную поддержку. Что такое частная поддержка? Это когда мы с вами сами приходим на спектакль. Он нам реально нравится. Мы платим за него деньги. И профит классно, и театру хорошо, и нам хорошо. Плюс частная поддержка может быть в виде в каком? Когда частные меценаты, богатые люди поддерживают театр. За это им дают некие налоговые каникулы. Это у нас в стране пока еще не развито. Сейчас у нас государственная поддержка. И из-за этой государственной поддержки только на которую нас всех подсадил Иосиф Зареонович, мы немножечко страдаем. Потому что все театры привыкли получать деньги и нихрена не делать. Простите за выражение. Актеры привыкли получать зарплату и один раз в месяц выходить в спектакль. Это тоже проблема. Это тоже проблема. Поэтому нужно поддерживать театр рублем, зрителям. Ну и, конечно, чтобы он сам делал хорошо, нужно его обучать. Нужно также обучать зрителя. Ты правильно сказал. Нужно, кто-то еще сказал, что нужно какие-то лекции давать, семинары, еще что-то, чтобы зритель обучался. Это еще пара картиночек из вот этой Макс Блэк. Тоже не видно ничего. Вот такие картинки. Ну и на этом я, наверное, с вами закончу. Ну вот смотрите, последний вопрос, который я хочу вам задать, это такой, наверное, вопрос будет. Какой театр вы хотите видеть в будущем? Тут еще было сказано про виртуальный театр. Совсем скоро придет VR, и VR будет везде. Это правда так. И будет театр, в котором вы будете сидеть дома, наденете шлем, актеры где-то играют, а вы это все смотрите, и вы там как будто в зале сидите. Понимаете, да? Вот такой вот, возможно, будет театр. Так за какой театр вы? За тот, который на Ютубе, где матерятся, орут, или кашпировки, который всех разводил, или бизнес-молодость, которая отчасти разводит людей. То есть это тоже театр. За какой театр конкретно вы? И нужен ли он вам? На этот вопрос вы ответите сами дома. Спасибо. Спасибо.